Групповуха. Я уже не уверен, что без экспрессивной лексики можно корректно воспроизводить современность в России. Но какую именно новую ноту добавили тупые и однообразные дедиатизма реакции российского руководства на возмущение, так сказать, Запада по поводу отравления Навального? Первый раз в первый класс новичок? Неумение краснеть от густопсовой лжи, в которой как в муке вывалились первые, вторые, третьи лица, подпевалы и подмигивающий персонал? Является ли новым ощущением полной не только психической, но и культурной и социальной неадекватности российской власти, как в ее уже перечисленных персоналиях, так и в акустике, которую представляет то, что в других местах зовут обществом? Какое общество? Это хор с вырезанными языками и удаленным ампендиксом души. Но новое, скорее всего, есть. Власть, повторим, дабы поддержать на верхнем небе, это ощущение все так же неадекватно. Общество все так же и тупо невозмутимо. Мы что, психов на троне не видели? Но у этой неадекватности есть новая складка. Хотя власть во всех этих коллективных Путиных, Песковых, Володиных разве больше неадекватна, чем вчера и позавчера? Нет. Но это стало как бы более заметно, что ли. Типа идет дирижер, во фраке подволакивает ноги, а у него хвост фрака заправлен в брюки, а оттуда торчат несвежие трусы. То есть раньше жена, друзья и те, кто близко, видели, что он давно ку-ку, но он теперь так стал ходить с этими трусами из-под фрака, что это не просто видно. Помните, стыдно у кого видно, но это видно всем. Тем, кто делал вид, что все в норме. Русские вообще прикоммунизденные. Немного. Типа изображают чего-то, раздувают румяные щеки, мол, это такой политический стиль. Но уже нет, уже не изображают, уже трусы свисают, благоухают, все видят. И обоняют именно здесь та новость, которая требует, если не осмысления, то промедления. Более того, это видит та массовка, которую увеличает общество. Все те якобы системные либералы, которые именно в этот момент сообщают, что Россия вошла, ворвалась, влетела, как незаконная комета, в пятерку самых развитых экономик мира. Сейчас только трусы обосанные постираю и пойду получу приз в студию. То есть видно уже настолько, что невозможно скрыть не только поехавшую кукушечку, но и то, как и кто этой свихнувшейся от безнаказанности русской власти помогает держаться дурной и пьяной на троне. Потому что все эти кудрины, орешкины, грефы – это не системные либералы. Это та иллюзорная массовка, которая разыгрывает из себя зрителей, пока все остальные члены команды чистят карманы лохов. То есть Путин – песков, лавров, щипачи, избавляющие лохов от тяжелых бумажников, но отвлекает их, делая вид, что это не выездная сессия бандитской лиговской малины, а типа концерт по заявкам в день милиции. Типа Меркель и Макрон заказали концерт под названием «Северный поток-2», а приглашенная массовка делает вид, что это не награбленное, сбывают по дешевке. А так все есть, типа как в договоре с печатями и подписями значится. Но ведь получается, что и Макрон, и Меркель про Трампа не говорю – это тоже часть одного представления, потому что они тоже типа скупают краденое и делают вид, что не с бандосами полоумными в обнимку ходят, а нормальные такие конкретные мужики. Ну да, с кукушечкой не в ладах, но ведь и они получаются в доле, нет? И уж тем более то, что мы называем российским обществом, которое тоже все занимается тем, что обеспечивает отвлекающий маневр. Да и мы с вами, критики, так сказать, режима. Какого там режима? Это не режим, это АТАС. А мы типа критикуем, то есть передаем происходящему статус нормы. А это, вы знаете, сессия буйного отделения психушки, где одни убийцы, кровопийцы и живодеры, изображающие Наполеонов и Христа за пазухой. И новое повторим только в том, что нет уже сил делать вид, что это не так, потому что трусы видны, воняют, всем видно, что это не дирижер никакой, а серийный маньяк, вошедший во вкус от того, что и Меркель ему при случае кланяется, и Макрон улыбается, и все остальные члены банды, от Кудрина до Грефа, от журналистов, описывающие происходящее в терминах журналистской нормы, типа клакеры на жаловании. А это никакая не норма, у них кровь с клыков капает, они уже не утираются, они не могут дотерпеть, когда вонзят зубы в очередного свежака, когда в очередной раз начнут содрогаться от наслаждения убийцы из психушки на пряжке. Но ведь дело не в том, что они такие, они такие, какие есть, какими им позволяли стать и позволяют быть. И вот это как бы встает таким полотнищем, багряным транспарантом над головами с вопросом, а вы что, в доле? Ведь этих бандосов играет свита, изображающая, что это король с завихрениями. Но это не завихрения, это полный абзац. Одни обирают карманы мертвецов, другие тырят мелочь обступившей толпы. Но и сама толпа, она тоже оттуда, от верблюда. Эта толпа и есть принимающая часть всей этой конструкции, которую уже ни кровь не смущает, ни трусы, свисающие из-под фрака. Как быть-то? Уже на спятивших бандосов все не свалишь. Бандосы и есть бандосы, девиация есть девиация. Но хлопающая галеркой ложи, те, кто изображают зрителей, в том числе возмущенно свистящих. Это что, одна компания с Лиговки? Новость только одна. Зрители уже соучастники. Потому что не видеть этих грязных трусов с кровоподтеками уже невозможно. Быть спятившим автократом норм, русские норм. Но вот изображать эту норму, делать вид, что нету этих кровавых следов на паркете, как кудриный греф с Чубайсом на подхвате. Как сполошившаяся вдруг Меркель, увидевшая, наконец, трусы из-под брюх, а так делавшая вид, что ничего не видит, ничего не слышит, ничего никому не скажу. А абзац полный. Малина. И свадьба в ней собачья, не в обиду братьям нашим меньшим. Но все стоят в очередь на изнасилование. А сама изнасилованная все еще прихорашивается по инерции, напомадилась, припудрилась. Дуре-то нравится, кажись. А может, она тоже изображает? А сама в доле. Продолжение следует...